Спасибо. Уважаемые коллеги, субсидиальная трансцензиональная полилектика, как зарождающееся философско-физическое учение, зиждется на новой физике, которая будет одним из разделов ее разделов, где основным всеобразующим содержанием выступает континиум энергии информации, а пространство, время, материя есть целеполагающие формы ее существования и эволюции. На сегодня удалось выявить, что мы с вами и вся реальность существует и эволюционирует одновременно в шести физических мирах, создаваемых одним и тем же потоком единого энергоэнергонационного поля, которое само по себе представляет один из трех слоев пространства. Уточнить всеобщие формулы взаимодействия энергии и цикла, выявить единый квант взаимодействия цикла, единую форму взаимодействия, странный мебиосовоподобный антрактор, найти физические основания и их величину, тотальных цикличностей вращения в двух космологических членах, которые также посчитаны. Определить параметры, структуру, топологию трех слоев пространства, их роль в энергоэнергонационном обеспечении существования и эволюции реальности, найти константы взаимодействия, вскрыть их физический смысл, единую природу и физические основания. Найти параметры природных квантов и субквантов трех из шести физических миров, схемы механизмов взаимодействия с ними, в них и с ними объектов реальности, что позволило вскрыть истинный физический и энергоэнергонационный смысл явлений окружающего мира, понять десятки и сотни накопившихся физических парадоксов. Найти единые природные основания эволюции живого и неживого по единой мировой связи, паттернов ее сетевой самоорганизации, саморазвивающихся архетипов структуры, эрегоров, законов, по трем всеобщим принципам, трем всеобщим человеческим законам, задаваемым тремя видами всеобщей относительности, раскрыть механизм образования нового, в частности, атома. В рамках выступления моего возможно осветить только небольшую толику, открывающую возможностей конспективно, и поэтому я в основном посвящу попытке агносиологических обоснований основных физических понятий, таких как энергия, информация, пространство, время, масса, заряд, сила, а также раскрытию физического смысла основных полевых констант, определением некоторых явлений, невнятно и трактуемых современной физикой, и первичные соображения по механизму образования в природе атомов и аннигиляции. В моих работах вскрыто, что основными всеобразующими субстанциями являются энергии информации, как это ни странно звучит, особенно по отношению к информации, которую мы таким образом вроде бы обесчисляем. Да и по отношению к энергии современная матеревоцентричная физика отводит ей всего лишь функции состояния, имеющие размерность работы, но никак не формообразующую первичную содержательную суть. Для этого, правда, физикам пришлось поля всех видов объявить особой формой материи без материальных носителей, фотону придать огромное количество противоречивых свойств, отсутствует масса покоя, но наличествует энергия, что потребует появления массы из ничего, отсутствует заряд, но является агентом электромагнитного поля, постаны постоянно движутся со скоростью света, набирая ее без ускорения в любых ситуациях, мгновенно поглощаются и спускаются электронами без временного интервала и многие другие, перечисление которых займет не один десяток времени, и эти парадоксы привели к тому, что некоторые современные физики называют проблему света темным пятном физики. Пространство и время объявлены формами существования материи без физического содержания своей сути, но с разбросом утверждений по пространству от просто пустоты и физического вакуума, рождающего материю и энергию из ниоткуда, непонятно на сколько и как физического, до эфира с неведомыми амерами, которые, впрочем, так тоже никак не могут заполнить пустоту и найти неведомый источник энергии и материи, а также причину, цель и механизм эволюции. А время стало дополнительной координатой без физического содержания. Непонятные физические сути содержания массы, дефекта масс и заряда, а сила потеряла видимую потенцию, став только вектором ревитационной электромагнитной природы, что породило еще и парадокс фиктивных сил инерции. Усугубилась до крайних пределов, предсказанной Лениным, отчуждение физики. Физика стала математической физикой не как отрасль физики, а как отрасль математики. Материя исчезает, остаются одни уравнения. Ленин сказал это сто лет назад. В рамках развиваемой автором теории самосоздания и саморазвития Вселенной показано, что в настоящее время пространство, как одна из первичных форм континуума энергии информации, имеет три слоя, дополняющие друг друга и выполняющие главные функции в существовании и эволюции мироздания. Не просто снабжающие мироздание энергии и материи, а создающие всеобщие эпигенетическую организационную энергосеть, паттерн, и информационную структуру, архетип, развивающий и развивающийся вместе с бытием. Нулевой слой пространства это слабая энергопустота, оставшаяся после сворачивания слоевого абсолютного вакуума, который можно было бы назвать физическим вакуумом, но без квазичастиц, фанонов, якобы рождающих материю из ничего. Этот слой не имеет дискретной структуры и больше всего подходит ньютоновскому пониманию и в меньшей степени к пустоте Эйнштейна, так как в нем, во-первых, сохранилась толиками чистой не вещественной энергии, а во-вторых, он в силу эволюционного родства имеет внутреннюю связь со вторыми и третьими слоями пространства. Физические аспекты этой связи еще предстоит выяснить, но мы можем сказать, что чистая энергия нулевого пространства вещественно потенциально, так же, как нейроническая материя в зачатке потенциально жива. Первый слой пространства это объемная во все стороны по 0,2 на 10,5 степени направлением сеть РСС геодезических с шагом 10,17 степени метра, то есть когда слои абсолютного вакуума, который представлял собой, ну пока неосознаваемую мною, во всяком случае, чистую энергию, но с потенциальной плотностью 10,21 степени он заполнял все это, всю Вселенную. Когда он сворачивался, они свернулись, ну мы их сейчас называем черные дыры, на самом это не черные дыры, а наоборот аккумуляторы, аккумуляторы Вселенной, которые снабжают нас энергией и материи. В них сосредоточена вся, практически вся масса и энергия Вселенной. Значит, они являются осями галактик и обеспечивают постоянное электроснабжение Вселенной, ее материальное, энергоматериальное насыщение и пополнение. И здесь, в процессе вот этого расслоения вакуума создался океан торсинформов. Это такие частицы, их тоже параметры посчитаны в моих работах и определены. Они представляют собой монополии, которые ищет вся наука физическая. Вроде бы вся Вселенная заполнена монополиями, а их нету. Значит, но так как они очень маленькие и очень быстрые, скорость их превышает 10 в 30 степени метров в секунду, то они обеспечивают единство физической природы Вселенной. Нашу Вселенную, которую мы уже успели просмотреть, они пробегают за 0,6 секунды. Первое и второе реализуются через второй слой пространства, единое энергонационное поле, которое наряду с передачей энергии и пополнением приведенных к единообразию материи сплетает и поддерживает единую инфляционно-организационную сеть тотальный паттерн, задает тотальные вращения и цикличность через свои два космологических члена, две скалярные силы, присутствующие в каждой точке Вселенной, и перпендикулярные друг к другу, создает шесть физических миров, одновременно взаимодействующих с любым физическим объектом реальности, но по-разному, в зависимости от тех или иных характеристик и параметров объекта. Итак, нулевой слой пространства дает место, первый слой энергии и материи, второй слой энергоорганизационную сеть паттерн и первый слой тотальных эгрегоров, информационно-темпоральную структуру архетип, а также выполняет функции акцептора и донора по всем аспектам существования и эволюции, от передачи энергии информации до формирования структуры, топологии, физических законов, архетипов взаимодействия и рождения нового. Основным, частично нами видимым, действующим лицом является единое энергоорганизационное поле, состоящее на 99,9 из нейтрино-гравитоновых фотонов, связанных с собой структурно-топологически и энергоинформационно. Последние представляют собой торсионы, энергетические домены ансамбли, структуры и параметры и схемы взаимодействия которых также раскрыты. Их совокупные потоки порождают шесть видов физических полей с соответствующими константами взаимодействия, из которых физической науке известны лишь три. Вот, прошу прощения, что тут я нажал? Мне это не надо. Ох ты, господи, твоя воля. Егор! Что он... Помоги мне, пожалуйста. Что вы хотите сделать? Что тут выскочило? Это? Ага, вот так. Угу. Извините. Вот они, эти всеобщие формулы. Три. Это модель развития. Сейчас на ней не будем останавливаться. Это некоторые определения физики. А вот они. А где же константы? Ага, вот они. Вот они, константы. Как видите... Ну, тут они и больше. Появились новые константы. Юрченко, Эйнштейна, Ломоносова. Ну, это я назвал их. И старые. Кулона, Ньютона, Вина. И старые константы. Значит, ни одна из этих констант теоретически пока физикой современной не посчитана. Значит, вот мои формулы позволяют считать их с точностью до 12-го знака после запятой и даже уточнять то, что найдено экспериментально. Значит, используя всего две единицы, которые всем известны. Это π квадрат и скорость света. Больше ничего не применяют. За этим, конечно, скрывается физическое содержание. Оно вот в соответствующем смысле физических констант передано. И физическое содержание этих физических миров. Но это уже другая тема. Именно второй слой пространства при энергонационной поддержке первого слоя и мягкой направляющей роли нулевого слоя является основным креативным лицом формирования и эволюции Вселенной во всех ее аспектах. Он также ответственен за так называемые вакуумные эффекты, приписанные то физическому вакууму, то эфиру и амерам, такие как рождение электронно-позитронной пары, лембовский сдвиг энергетических уровней и появление аномального магнитного момента у частиц в результате поляризации вакуума, эффект Лемба-Резерфорда, возникновение сил из ниоткуда сближающих две тонкие пластины, находящиеся в вакууме от эффекта Зиммера и целый ряд других. Топология, всеобщая организационная сеть, паттерн, структура архетип и самого ЕИП и его составляющих, гироскопов доменов ансамблей нейтриногравитонов фотонов и их составляющих энерговолчков, карфускул монополий, пресловутых флазичастиц фанонов в трех ипостасях, рождающих в совокупности первичную эписеть бытия, подробно раскрыты и описаны мною, что позволяет очень просто объяснять практически все, я пока не нашел ни одного парадокса, с помощью которых можно бы не объяснить. Вот для примера вспомним опыт Фейнмана с потоками электронными, летящими через два экрана на третий резистор регистрирующий. Первый экран с одним ответственным, второй с двумя, в трех вариантах их открытия. Как известно, при открытом или ином, о том или ином отверстии, но по одному, на втором экране электроны ведут себя как карфускулы, при открытых обеих отверстиях второго экрана, как волна. Завершая описание опыта, Фейнман говорит, пока еще никому не удавалось придумать удовлетворительное объяснение. Сейчас мы его можем спокойно дать. Дело в том, что электрон является свернутым цароидальный бублик, торсионом, грубо говоря, фотоном второго уровня с вербально проявленным зарядом. Таким образом, при своем движении он задействует и с пучками гравитонных ансамблей доменов, и с кольцами, едущих на последних доменах ансамблей фотонов. В итоге, в первом и втором случае, при одном том или ином открытом ответственности, на втором экране взаимодействие носит равномерный характер. И тут бы надо изобразить... Работает? 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 Это что ли? Работает Значит, тут надо образно попробовать вообразить эту единую конверсионную сеть паттерна. Вот нейтрины геодезические. Почему мы нейтрино очень трудно можем поймать и практически не видим, хотя наука утверждает, что вся Вселенная ими переполнена. Значит, именно потому, что их в свободном состоянии нет. Они только возникают при взрывах там сверхновых или при распаде нейтрона. И сразу находит себе место, встраивая нейтринные геодезические. Они по 10-5 степени направления переплетают, сплетают такую сеть. По нейтринной геодезической на нее надет гравитон. Гравитон имеет, не длинная геодезическая, следовательно, имеет только одну скорость, осиую скорость. Больше никаких не имеет скоростей. И она является проводником энергии вот этих самых. На них одеты гравитоны. Почему мы гравитон не можем найти и определить? Потому что, хотя вот теперь он и посчитан, и параметры его, и это, и так далее. Потому что он надет на нейтринную геодезическую, и с нее не соскакивает никак, ни при каких условиях, кроме тех случаев, когда она проникает в звезду или проникает в такую планету, как мы. Отсюда у нас пророс масса Земли. А на вот этой вот, на гравитоне, на гравитоне, едут батончики. Вот батон, как ни странно, как ни странно, имеет только две скорости. Осевую скорость и обитальную скорость. Оно не имеет поступательной скорости. Как это ни странно звучит. Он все время едет на гравитонах. И вот этим объясняется то, что он при испускании электроном сразу набирает скорость 300 тысяч километров в секунду. Дезидент временного интервала. Он сразу садится, и уже у него скорость 300 тысяч километров в секунду. И тоже при отражении, то есть атемпоральный, мнимый атемпоральный эффект, о котором нам докладывал один из товарищей. Значит, если же на втором экране открыты оба отверстия, то у электрона нарушается его топология. Он распадается как бы на два электрона, и возмущение ИИ под их движение будут накладываться друг на друга, одновременно искажая траекторию движения электронов. Таким образом, электроны получают колебательное движение вокруг своей первоначальной траектории. Со сложением и наложением болны максимумом амплитуд вокруг оси бисектрисы между отверстиями второго экрана. Если же объем между экранами, через которые проходит путь электронов, сильно осветить, то движение электронов снова становится равноменным и при двух даже открытых отверстиях. Этот факт также необъясним с точки зрения квантовой физики, без изобретения неведомых инновационных связей и введения гипотетических состояний, двухгипотетических состояний электрона. При объяснении этого факта надо учесть, что в рассматриваемом эксперименте Фринмана часть яид без фотонов отсечены двумя, там нет фотонов, отсечены двумя экранами. Поэтому при одиночном отверстии летящий через него электрон как бы одет на гравитонный пучок и выполняет роль тяжелого фотонного обруча. При двух открытых отверстиях проходит встречное растаскивание свободных гравитонных пучков электронными потоками с одновременным пульсирующим притягиванием за счет электронов друг к другу, несмотря на одинаковые заряды. Всеобщие формулы взаимодействия цикла и энергии должны, на мой взгляд, стать основой для раскрытия структуры, составляющих и топологии первичных ячеек, тотальной эпигенетической ориентированной сети, паттерны, информструктуры, архетипа, всего сущего, которые определяют цели и направления эволюции, мироздания, определяют спонтанность, неотвратимость, единообразие и тотальность рефлюстрационных процессов на фоне расширения свободы и плюроризма формы и укрепления монизма содержания. Значит, вот в беседах с физиками, в частности, автором Геннадий Ивановичем, значит, автором торсионной физики, значит, он опыты, опыты, это совершенно справедливо, то опыты, опыты и опыты. Значит, вот на первой лекции, значит, один из товарищей проводил опыты в воде. Вот вода является таким своеобразным отражением, отражением вот этой единой эволюционной сети. Почему? Объясняю. Она состоит как 2О, а АЖ, водород, не имеет нейтрона. Его роль субядра, субядра, атом-то и такой, как мы представляем, он состоит и субядра, ядра и электронной оболочки. Значит, он не имеет субядра и сидит на нейтринной гидридической. И поэтому структура воды, фракталы воды, ее пластыри, как говорится, они в какой-то степени отражают, отражают вот эту организационную сеть, энергонизационную сеть Вселенной. Значит, и поэтому вода вот играет такую сумасшедшую роль, так сказать, это. Предлагаемая топология энергонизационного поля и его энергонизационная основа позволяет понять почти абсолютную изотропность, проявляемую в пространстве времени, и физическую суть дуализма. С одной стороны, физическая точка имеет вполне определенный размер, полуокружность которой 0,127, ну там у меня до 12-го знака после запятой, 10-13 степени метра. А с другой, кварки, лептоны, а тем более все три вида фанонов, имеют намного-намного меньшие размеры, которые, тем не менее, достаточно просто высчитываются, однако не идентифицируются экспериментально, из-за отсутствия распознающих инструментов соответствующего размера. Проблема корпускулярно-волнового дуализма разрешается при рассмотрении двух взаимосвязанных вопросов. Ансамбля гироскопного строения нейтриногравитонов и фотонов и особенности их взаимодействия в едином ревенционном поле. Значит, вот строение, скажем, фотона, и оно аналогично гравитона. Значит, они представляют собой из волчков, энергетических волчков, значит, такой домен ансамбль, который имеет, вот эти имеют только осевое вращение, только осевое вращение, а эти имеют, в целом он имеет, скажем, гравитон, имеет орбитальное вращение, это придает ему положительный заряд. Гравитон имеет положительный заряд, конечно, намного-намного меньше, чем мой стандартный наш заряд, 10-38 степени, ну там я, может, выбрасываю подальше, он не имеет значения. И точно такой заряд имеет потон, но только отрицательный, это плюс, а это минус, 10-38 степени. Значит, и вот эта конфигурация представляет единый домен ансамбль, который обладает торсионными свойствами, торсионными свойствами. И таким образом снимается все, возникает понимание, почему он, причем каждый вот этот, обладает и знает все об этом все. И таким образом получается, что когда мы улавливаем его как вот частицу, а можем уловить как волну. И при этом одно и то же мы видим. Одно и то же. Значит, ну мы умеем, наряду с тем опытом, мы их будем проводить, безусловно, и часть уже проводим, но пока, ну как сказать, опосредованно, не прямые опыты пока, так сказать, это самое, это, которые, но есть уже и опыты, которые четко указывают на это. Первый, это эффект Барнетта, передача количества движения вихря спинам микрочастиц, его составляющих. Она показывает на возможность существования вихрек, оканчивающих, замыкающих сами на себе. Это вот как раз нейтрино, равитоны и фотоны, как домены ансамбля. Он же доказывает, что единое эволюционное поле имеет вращательную потенцию и вращательную вязкость. Это вот показано вот в этих, этих. Вот видите, они потом, я, наверное, на этом остановлюсь немножко, но очень хорошо константы, цикл констант, одна из другой вытекающих и последовательно проявляющихся в различных ипостасях, значит, они наглядно это доказывают. За счет перпекундарно расположенных друг к другу в каждой точке Вселенной двух космологических постоянных космологических членов, являющихся тотальными григорами второго уровня. Второй эффект, эффект Тамма-Хальпера в 97-м году заключается в том, что циркулярно-поляризованные лазерные лучи одновременно одноименно и притягиваются, а разноименно и отталкиваются. Наглядно показывает на взаимодействие потонов и гравитонов, которые таким образом создают мощный электрический гиполь из двух доменов ансамбля, а также то, что и потоны, и гравитоны имеют заряды противоположных знаков, которые в обычном случае они нейтрализуют. И на поверхности у нас выступает нейтрально. Рассмотрим каждую составляющую единого электронного поля. Нейтрины и геодетические нейтрины в них выполняют следующую роль. Проводников, акцепторов и доноров энергии, направляющих индукторов нелокальных связей. Направляющих осей для потоков гравитонов. Осик субъядер для нейтронов и источников энергопитания последних, они питают нейтроны. Аккумуляторов поглотителей, свободных нейтрино и антинейтрино, выделяемых в фороспадах нейтронов и других частиц, а также при реакции в звездах. Именно последнее, я уже говорил, является главным фактором неуловимости нейтрина. Гравитоны. Гравитоны, мчасть во все стороны по нейтринным и геодетическим, на которые они одеты мебиусоподобными восьмерками, отвечают за следующие функции. Обеспечивают гравитационный потенциал и энергоподзарядку, обходя каждый нуклон и соприкоснаясь на мгновение с ними. Вот Фабио, Лиссаж и Ломоносов, они последовательно высказывали одну и ту же мысль, они ошибались только в одном, что гравитон не напрямую взаимодействует с нуклонами, а он обходит их и соприкасается на мгновение с ними, и вот за счет этого соприкосновения создает гравитонную эту и регулирует температуру, передает температуру. Совместно с фотонами создают электромагнитное напряжение и электрический ток. С торшинсорвами и нейтринными геодетическими обеспечивают нелокальные связи Вселенной. Совместно с фотонами в основном и нейтрина очень незначительно обеспечивают термоторсионный и магнитотерминомический потенциал единого анонимационного поля. Создают первую космологическую постоянную при равном размерности пространства 3 и размерности времени 0. Являются лошадками для доменов ансамблей фотонов и создают магнитное поле и являются его агентом. Свободных и нейтринных геодетических гравитонов, очевидно, нет, кроме, как я говорил, звездов внутри звезд и внутри планет. Размеры гравитонов пока не уловимы для наших приборов. Фотоны, последняя составляющая единого анонимационного поля, имеют лишь осевое вращение фотончиков, его составляющих фотофононов, и орбитальное вращение левой киральности, их домена, ансамбля гироскопа, совмещают следующие функции. Совместно с гравитонами создают электромагнитный поток и поле, совместно с гравитонами в основном и нейтринно очень незначительно обеспечивают термоторсионный и магнитотермонимический потенциал единого анонимационного поля, и создают вторую космологическую константу, перпекундиарную первой и в 97,4 раза меньше первой. Вот эти две космологические константы, они являются причиной, обеспечивающей тотальное вращение и цикличность. Значит, кстати, вот здесь становится ясна психологическая причина парадоксальных утверждений от современной науки, когда микрочастица фотон, гравитон, ну нейтринно сейчас говорят, уже имеет массу, имеет энергию и импульс, но якобы не имеет массы покоя. Для оправдания придумали и подтянули за уши утверждение, что с ростом скорости растет масса, возникая при этом из ничего. Понимание того, что масса – это только способ частичной компотизации одной грани энергии скорости осевого вращения. Масса – это осевое вращение в метрах в секунду, проявляемое сопротивлением единого ориентированного поля, снимает все недосказанности. Во-первых, у лептонов появилась масса, и не надо нам умножать ноль на что-то неопределенное и получать реальные импульсы энергии. Во-вторых, прояснилось, что с ростом скорости доролитивистских величин мы имеем не рост массы как таковой, а рост сопротивления единого ориентированного поля и естественной энергии для ее преодоления. И не замедление времени, а реальное увеличение того или иного жизненного цикла за счет прироста энергии частей. Нейтрино может отделяться и вплетаться нейтрино-гидридистическую, гравитон может растягиваться и сжиматься на нейтрино-гидридистическую, а в экстремальных условиях возможно слетать с нее. Этот вопрос, так сказать, у меня остается для самого. А фотон может при встрече с препятствием легко менять лошадок гравитонов, распадаться на несколько доменов ансамбля меньших размеров, при этом распадающие фотонные ансамбли приобретают свойства солитонов. Пользуясь новым пониманием топологии нейтрино-гравитонов и фотонов, а также трех видов фанонов, мы можем также разобраться и со скоростью света. Когда мы говорим о постоянной скорости света, немедленно встает вопрос относительно чего, какого объекта, тела и так далее, постоянной скорость света. Ньютон на этот вопрос скрытно отвечал, не зная о постоянности скорости света, что такой системой отсчета является абсолютное пространство и воображаемая неподвижная точка в нем. Поэтому он заявлял, может оказаться, что действительно не существует покойничество тела, к которому можно было бы отнести и движение против. Очевидно, что ньютон был прав по существу. И мы, определяя скорость света относительно какого-то объекта, с учетом скорости направления движения самого объекта, по существу привязываемся к ньютоновскому абсолютному пространству и математическому времени. Мы сейчас, расшифровав пространство единого рационального воля, как поток последнего, а время как импульс этого потока, а также составляющий топологию и их топологию, мы четко определить можем и внутрью, и внешнюю взаимосвязанную их кинематику, обославленную системой стоячих суперволн, которая, кинематика, создает эффект неподвижности самого энергоинформационного поля относительно отдельно взятой точки объекта. Однако неподвижность относительно отдельно взятой вовсе не следует путать с неизменностью его топологии и способностью к воздействию в окрестностях точки, а также направление этого воздействия, равное, как и с тем фактом, что уровень направления зависит также от того, с каким объектом яид встречается в окрестностях точки. Все это катастрофически вроде бы запутывает проблему равнозначности систем. Но на самом деле при отрешенном от догма взоре все резко упрощается и становится абсолютно ясным. Скорость света действительно неизменна, ну я имею в виду в определенной среде, потому что от среды он меняется. Более того, фотон, народившийся, нацепив себя на гравитон, сразу и без всякого ускорения проблевает скорость света. Значит, итак, скорость света постоянно потушена, потому что ее носителем являются фотоны. Фотоны мгновенно приобретают скорость света за счет своих лошадок гравитонов. Гравитоны же никоим образом не связаны с вещественно-механическими составляющими той или иной системы, испускающей или воспринимающей, за исключением передачи моментов гиполей, электромагнитного, гравитонно-электрического, от торсионно-гравитонного, термоторсионного и магнито-терминомического. Последнее никак не отражается на скорости гравитонов и их седоков. Поэтому при испускании фотонов с движущего объекта они сразу приобретают гравитон-лошадку и движутся со скоростью света. Это также просто объясняет такие непонятные для современной науки странности микромира, как нулевое время ускорения фотона, поперечность волны электромагнитного поля, якобы нулевой заряд фотона и его электрическую нейтральность, квантовый принцип причинности, взаимодействие агентов поля и полей без проскальзывания, но с передачей вращательного движения, собственного как источника магнито-дерноминического поля и орбитального как источника электрического поля, или от других. Значит, в прежних моих работах доказано, что никаких полей в прежнем физическом понимании как особой формы материи нет и быть не может без носителей. Поля всех видов имеют одинаковую природу, их образующими являются составляющие потока единонационного поля, состоящего из нейтриногравитоновых фотонов. Образуются поля, как те или иные напряжения этого потока, в средстве взаимодействия шести видов и связанных с этим искривлений составляющих и самого потока. Во-вторых, в природе существует не четыре физических поля радиационно-магнитно-электромагнитно-электросхимистическое, а гораздо большее их число, из которых шесть являются основными. Это термоторсионная, магнито-термодинамическая, электромагнитная, гравитонно-электрическая, информационно-гравитонная и торсионно-информационная. Зримо проявляются эти поля комбинационным взаимодействием единого национального поля с двумя потоками энергии, потоком энергии и зарядом, двумя зарядами, зарядом и массой, двумя массами, массой и потоком энергии. И выражаются вот этими константами. Что интересно, что эти константы получены, как вы видите, без участия материальных тех. Без участия. Что и доказывает их независимость от тел. А тела только акцентеры и доноры вот этого взаимодействия, проявления этих констант. Наиболее продвинутым наши знания являются наши знания вроде бы электромагнитного аспекта единого национального поля. Это в первую очередь объясняется достаточной мощностью электромагнитных квантов, что привело их к повсеместному использованию и следовательно всестороннему измерению и познанию. Правда, с позиции пока прямого, геоцентрического способа мышления. Ну и материоцентрического. Это приводит к тому, что мы до сих пор не можем выделить этот физический мир как достаточно автономный, что мешает нам понять и найти, к примеру, постоянную Больцмана этого мира. Она и есть и в электромагнитном мире. Осознав ее физическую роль равно, как и остальных квантов. Ну вот, видите, вот начнем с постоянной Ёлченко ее назвал в честь Юрия Ивановича Ёлченко, математика, который создал новую математику, алгебру, алгебру живых системы, я бы ее называл алгебру нежелинейно-динамических систем. Значит, к сожалению, мало кто о ней знает, преподаватель Бауманки умер от города практически в 90-е годы. Значит, это сила термодинамическая, электрическая, агробитонная. Значит, вот она, ее посчитаны выражения в каждом физическом мире. Сейчас я уже расшифровал термоторсионный мир, но, к сожалению, не успел его оформить, достаточно, хотя константа посчитаны. Вторая константа, новая тоже, Эйнштейна, значит, это напряжение, напряжение. Вот выраженное, так сказать, в килограммах напряжение гравитонно- информационного мира, гравитонно-эпического вернее мира, это гравитоны. Вот кучу гравитонов в килограммах весит вот это. Так сказать, Постоянная кулона, она раскрывает суть физическое время, которое является импульсом потока, импульсом потока, и заряд является сконцентрированным, сгущенным временем заряд. Значит, вот он, вот он, заряд гравитона и потона, только с разными знаками на защиту, значит, и, так сказать, формула ввести вот то там. Восемь гравитона очень легко приводится к стандартной форме. Значит, он переводит в стандартную форму весит и вот видите время электромагнитного мира. Миры физические чем отличаются? Они отличаются способом взаимодействия с объектами, различные способами взаимодействия. И одним из существеннейших отличий, которые являются, что каждый мир имеет свое измерение времени. Их шесть измерений времени. Вот одно из измерений времени четко высветилось в гравитонно-электрическом мире. Оно почти равно времени квантовскому времени, но гораздо точнее того времени квантовского, который мы знаем гораздо точнее, чем то, которое мы знаем из специальной нарубе. И вот видите, они последовательные. Сначала сила, потом напряжение силы, потом импульс силы, потом поток, возникает энергия, значит, эта формула новая, но в принципе она новая и немножко старая, потому что она есть в планках этой тоже есть, метр и джоуль они равноценны в смысле в том, что это характеристики потока. Значит, и вот в этом самом вот здесь она проявлена. Дальше ньютоновская константа идет и вскрыта ее это как момент термодинамического электрического электрического электронного напряжения приложенного к геометрии массы именно массы. Не есть геометрия масса электрического заряда, а это геометрия массы именно массы. И вот здесь подлинное выражение физическое этого этой константы ньютоновской это равна гравитоновскому потоку гравитонов прижению гравитонового потока умноженного на дельну полуокружности полуокружности нуклона. И поставленная планта это как момент импульса заряда трех физических мер. Сейчас у меня эти константы почти четырех, но это другая немножко так сказать это так почему вот современная наука не видит всего этого дальше ну и постоянная Ирина последняя это передача момента всего вращения термоквантов гравитона и фотона значит она тоже абсолютно точно считается и все вот эти предыдущие эти они сюда вписываются значит значит современная наука материоцентрична что не позволяет увидеть в развитии реальные формы основополагающего континуума энергии информации и исследовать этапы ее эволюции последнее привело к тому что из рассмотрения выпали выпали вот эти физические миры ну часть мы их мы их как бы спутываем мы считаем что это один мир и рассматриваем их гравитонный мир и электрический мир хотя все время проскальзывает что они имеют единое физическое основание единую природу как говорится физическую ну вот теперь-то оно ясно что это так сказать это но они выпали и энергоматериальный источник механизм и агенты обеспечивающие локальные связи вселенной обеспечивающие ее единство физической природы не рассматривается вообще возникают неведомые какие-то эти не физические эти связи и так далее и так далее структура ариоровый механизм обеспечения единой мировой связи целевой эволюции на основе всеобщих принципов отбора развития единения и единое природное основание всех взаимодействий на втором в плане научных поисков остались первопричинам тотальных эволюций как таковых вращения всея и всех цикличности всех процессов реальности источника и основы всеобщего движения как такового единственное единственное единообразие мироздания с вытекающими отцу отсюда отсутствием интересов и возможностей для определения целей и смысла развития бытия ее развивающих всеобщие ориентированные пи-сети паттерна инфляционной структуры темпоральной структуры архетипа обеспечивающие непрерывность и спонтанность развития возникновения саморазвивающих эреоров и законов различных уровней с подачи с подачи Маха Эйнштейна поиск реальных энергоинформационных оснований был заменен псевдосвязью пространства и времени и математическими изысками и подгонками в которых окончательно были утеряны физические основания неразрывность пространства и времени а также материя и движения как раз и заключена в том что потоки единого инфляционного поля создают изотропное активное пространство а импульсы этих потоков создают изотропное время видимые изменения энергии составляют на относительно ядерной составляющей очень небольшую долю процента относительно квадроклонной составляющей эти изменения вообще исчезающе малые изменение энергии ощущается и верболизуется потому что ядерная квадроклонная составляющая энергии сносят с одной стороны сугубо внутренний эндогенный характер а с другой являются термоторсионными взаимодействующими и в этом плане взаимодействующие в этом плане только с нейтрино и перторсинформами самыми неуловимыми и мельчайшими составляющими единого инфляционного поля и второго поля поэтому на внешнем плане эти две составляющие энергии проявляются только структурно постоянно нуклонами и атомами выражаемые постоянными массами изменяется не масса объекта а взаимодействие этой массы с единым инфляционным полем при изменении условия этого взаимодействия к примеру мы разогнали объект предположим протон до околосветовой скорости получается при этом существенное изменение в силе ее взаимодействия с единым инфляционным полем добавка энергии добавляет субъекту двигаться с данной скоростью преодолевая в единицу времени больший объем сопротивления нейтрино-фотонов равитонов то есть совершая работу которая при установлении динамического равновесия и перехода к равновенному движению приближается в соответствии с принципом Даламбера-Эллера к нулю то есть в процессе ускорения масса объекта как скоростное воплощение отражение активной по отношению к единому полю площади геометрии массы составляющих ее элементарных частиц нуклонов электронов якобы возрастает а потом при переходе к динамическому равновесию между силами энергии и сопротивлением приходит к прежней величине итак что же такое масса в физическом смысле во-первых безусловно и прежде всего это отражение количества элементарных частиц нуклонов электронов заключенных в объект во-вторых проясняется физический смысл различных проявлений массы как объекта обладающего совокупным эффективным объемом и площадью геометрии массы и в таком масс виде полем и через него с другими объектами последнее взаимодействие является не непосредственным друг с другом притяжением и отталкиванием как представляется современными теориями а приталкиванием и отталкиванием единого организационного поля на массы с их статичным или динамичным расположениями относительно друг друга это же относится к мы далее увидим не только массам но и другим сочетаниям объектов двум энергетическим потоком потоку заряду двум зарядам одноименным и разноименным заряду и массе двум массам массе и новой разновидности преображенной по циклу циклой энергии вот в том же докладе Белозерова если вы заметили он там открыл как бы ну экспериментально намек на то что существует взаимодействие между зарядом и массой без без потому что он подчеркивал что и магнит и без магнита без участия магнита значит это ну это уже другая тема это как говорится тема для размышлений как построить опыт сама же масса как совокупность элементарных частиц будучи законсервированной скомпатизированной скоростью осевого вращения энергии не обладает свойством что-то притягивать и отталкивать более того само ее существование в качестве нуклонов или электронов а также атомов также поддерживается энергетически и структурно информационным через взаимодействие и подпитку составляющими единонационного поля электронов фотонами протонов гравитонами нейтронов 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 здесь очевидно необходимо не только расшифровать ряд понятий масс отличающихся от массы покоя но и объяснить почему соединение фундаментальных элементарных частиц якобы уменьшает их совокупную массу начнем именно с этого сегодняшнее стандартное объяснение этого парадокса построено на том же постулате эквивалентности массы энергии но даже но здесь даже этот постулат применен искусственно неправоменно так как энергия связи вовсе не уменьшает энергию объекта в целом даже по Эйнштейну нашу же понятие восприятия массы через единое рациональное поле объясняет парадокс дефекта очень просто и точно дело в том что соединение квартов нуклоны происходит на основе термоторсионной связи то есть путем вложения вихревых волчков тарелок квартов друг в друга кто резко уменьшает проявляемую единое рациональное поле их суммарную площадь геометрию массы исследовательно проявляемую массу нуклону по сравнению просто с суммарной самое по отношению к ней происходит вследствие сдвижения активных орбит протонов их постоянного перекрытия как по отношению друг к другу так и в первую очередь по отношению к нейтронам вращающимся в субядре это дополняется еще нанизыванием нейтронов на нейтринные геодезические где они удерживаются протонными оболочками ядра и вретают стабильность в свободном же состоянии нейтроны под ударами равитонов соскакивают с геодезических лишаются аналитической структурной подпитки и под дальнейшими ударами равитонов распадаются на три составляющих протон электрон и антинейтрина почему-то кстати нейтрон не имеет почему-то дефекта масс наоборот здесь профицит масс возникает при соединении нейтрона это легко проверить вы все все три составляющие есть сложите и увидите что нейтроне откуда-то вылез профицит масс а не дефект масс классический пример умолчания по незнанию но объяснить отсутствие дефекта масс равно тот и факт куда же исчезла при распаде нейтрона масса полторы ме все же необходимо тем более что эти же составляющие протоны электроны образуя атом водорода никакого ни дефекта ни профицита масс не создают в водороде нет ни дефекта ни профицита великолепно на основе пресловутой эквивалентности массы энергии эти два факта не объяснить не совместить не удается иное дело понимание того что масса отражается и воспринимается нами через взаимодействие объекта с единым эволюционным полем тогда в атоме водорода перекрытие активных площадей электрона протона практически ничтожны а нейтона там нет и дефекта массы нет и массы их аддитивны кроме отражения массы количества вещества в объектах она является мерой инертности гравитонного заряда и то и другое в определенной степени нами рассмотрено когда мы рассматривали постоянную ньютон по физической сути это одно и то же инертность массы проявляется через сопротивление и в случае ускорения замедления объекта определенной площади объема выраженных в нуклонах электронов причины появления величины гравитонного заряда те же самые не будь и локальных изменений и локальных изменений его встречных потоков теми или иными объектами не было бы масс проявляемых гравитонными зарядами это относится и к электрическим зарядам и вполне украдываются выше приведенные формулы в которых первый саммножитель при отсутствии ЕИП превращается в ноль самым интересным и веским доказательством того что массы заряды потоки и тому подобное сами по себе не обладают свойствами и способностями притягивать и отталкивать на расстоянии является тот факт что мы получили все константы все силы взаимодействия без участия и перенормировки видимых участников этих на первый взгляд главных действующих мы не получили все эти константы без участия кулонов зарядов без участия масс и так далее и так далее это наглядно и сверхубедительно показывает что те кого мы на сих пор принимали за основных и единственных участников на самом деле являются лишь возбудителями ретрансляторами акцепторами этих сил типа порогов плотин на пути реки свечей поршня в двери зарядов пушки и так далее и в этом плане они конечно участники но ни в коем случае не источники всех сил взаимодействия за исключением как я уже неоднократно говорил квартнуклонных ядерных сил являющих силами прямого термоторсионного сцепления кварков нуклонных и нуклонов в ядре вторым убедительнейшим доказательством сказано служит то что силы инерции проявляющиеся положительно и отрицательно либо замирающие в роботе вроде бы из ничего и не от чего на самом деле источником силы инерции является единое инерции поле а тела лишь активаторы его ретрансляторы силы инерции и поэтому тяжелая инерционная масса не будем на этом заостряться дальше потому что мой уже товарищ говорит закругляйся и нечего тут тебе выступать дальше я сейчас табличку о господи табличку основных определений вот я тут их энергия информация материя с точки зрения сила что такое энтропия что такое цикл и заряд и заряд вот если я уже не успеваю даже прочесть их но я могу попробовать зачитать если вы дадите мне 2-3 минуты или вопросы пожалуйста что значит такая конструкция как размерность времени 0 и размерность пространства 3 и второй вопрос что первичное с вашей точки зрения созданная структура и конументальная естественно значит начну сейчас со второго я под влиянием прочтения вет записал что один энергия родила второго информацию два родили третьего материю три породили весь мир значит а первое вы говорили о что значит размерности 2 и размерность 3 размерность 3 ревизор вот значит процессе работы выявилось выявилось 18-ти мерность пространства и 6-ти мерность ревизора ну всегда когда такие заявления делаются даже несмотря на то что они делаются не таким не моего уровня физиками а гораздо более высокого это вызывает у нормальных людей индустрия значит неприятия значит оказалось все достаточно просто 18-ти мерность пространства вот она пока на примере фотона скажем вы выявили рассказал я вам на мой взгляд конечно в чем ее проявляется дуальность как тут скрыто 18-ти мер имеется осевое вращение и 3 координаты F1 F2 F3 это три имеется орбитальное вращение которое придает заряд значит это Q1 Q2 и Q3 имеется обычное движение вверх-вниз и так далее и так далее право-влево G и с обычными координатами их и X и Z вот уже 9 измерений но внутри имеется еще волчок который тоже имеет эти же 9 измерений 9 измерений и того они когда вот когда я по своей формуле прошел 102 ритма и они потихонечку у меня есть большая таблица которую не приведешь здесь на весь стол где все 102 ритма раскрыты и там ну во-первых появились все частицы из ниоткуда выскочили и нитрон и протон и планкион и частицы великого объединения и так далее то есть эти измерения как бы раскрывались и снова сочетались раскрывались и снова сочетались и вот эти значит то что фотон имеет как бы как домен ансамбль выступает и одновременно его этим может выступить отдельно взятый фото фото фонон внутри него он позволяет ему как бы раскрыть все 18 измерений хотя они вполне стандартны и понимаемы простите что такое размерность времени ноль сейчас я дохожу до этого я сначала пространство а теперь о размерности времени что такое размерность времени ноль вот мы имеем мы имеем 6 6 этих самых физических миров и мы одновременно существуем во всех этих 6 физических мирах где они тут у меня подевались я прошу прощения и вот каждый физический мир имеет свое время свое время то есть каждый физический мир имеет свой импульс определяющий все взаимодействия этого мира свой и вот этот импульс задает измерение времени в этом мире измерение времени в этом мире вот я в этом самом показывал вам вам раз следующего докладчика нет спасибо 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 вам повезло да ну видишь я вообще резу типа так вопросы размерность времени 0 ну вот формула всеобщая формула взаимодействия вот она под собой вы видите в себе несет только две единички скорость света и пи квадрат но вот здесь вот они есть степени 6 степени и они формул ну я не хотел об этом говорить ну бог с ним значит когда я начал проверять эту формулу которая будем говорить после долгих-долгих размышлений я утром встал и записал просто записал значит это самое когда я начал подставлять значит получилось получилось что вот эта степень вот эта степень которая отражает размерность 0 это не значит что там время остановить не будем так мягко рассматривать это просто это она оказалась равна нулю вот эта степень оказалась равна нулю поэтому когда я говорю размерность степени 0 это конечно несколько условно в том плане что формуле приходится это а вот размерность скажем магнита электромагнитного мира мира вот она здесь проявлена вот видите размерность электромагнитного мира вон какая размерность времени там квант времени там вон такой и также посчитан квант времени во всех этих мирах Так, вопрос можно? Да. Тут короткий, пожалуйста. Короткий. Просто два определения, своими словами, безглубашки. Информация? Ой, не надо, там здесь не надо. Это вот люди прочитают. Хорошо, не надо, там всё есть. Вы меня хотите проэкзаменовать? Нет, нет, я хочу представить. Ну, там чётко написано. Вот ты всё, пожалуйста, откройте, материалы конференции, там здесь. Очень чётко. Да.